Февраль не балует теплом, он лишь его предполагает, Под ноги снега накидает, за щеки потрепать готов. Но к холодам уже привыкли, зима закалку нам дала, Но шубы носим мы пока, хотя они уж надоели. Природа все ж свое берет, день помаленечку растет, И радость закрывает нас, зима закончится сейчас. Там лением душа полна, настало время обновлений, Любить, желать и строить планы, мечты в реальность воплощать, Но полно смело так мечтать, пусть снег растает и просохнет, Мороз уйдет, и вот тогда прощайте, матушка, зима! 22 февраля, день Никифора и Панкратия. Святой мученик Никифор, он пошел на добровольную казнь за веру, Вместо отступника своего друга. Панкратий Печорский, жил в 13 веке, Он отправился в пещеры и начал соблюдать благочестивый образ жизни. Молитвой, постом и помазанием елия, он исцелял людей от разных недугов. Сегодня рекомендуется проверять обувь и, если надо, Относить ее в починку, либо же покупать новую. Приметы этого дня. Сильный мороз после Никифора бывает только ночью. Столбы возле солнца на мороз. Снег прилипает к деревьям, к оттепели. Если снег гнет своей тяжестью ветки, это к урожаю. Пушистый и не с утра, к хорошей погоде. Если в мороз лес зашумел, это к оттепели. Завтра будет 22 февраля, то есть 22.02.22 года. И вот Георгий пишет. Завтра примечательная дата 22.02.22. Геннадий Петрович, по-моему, неплохой повод для нового видоса. Это как раз самая мощная зеркальная дата, пишет он. Чем опасен этот день и о чем предупреждают нумерологи. И так далее. Что это самое? Абсолютно зеркальные даты. Это очень редкие события, встречающие не каждый год. Только представьте, такой день повторится только через 180 лет. Это невероятная дата, поворотный момент в судьбе каждого человека. Зеркальная дата насыщена бешеной энергией перемен. Поделить мир на до и после. Именно поэтому эзотерики и нумерологи рекомендуют подготовиться и быть внимательны в этот день. У каждого будет возможность привлечения в этот день грандиозных перемен в свою жизнь. А в худшую или в лучшую сторону будет зависеть от ваших поступков в этот день. Но магия этой даты не только в зеркальности по лунному календарю, это еще и 22 лунные сутки. Получается, этим днем управляется даже не 6, а 8 двойки. А как известно, 8 число кармы и символ бесконечности. Значит, особенно важно быть осторожным в поступках и словах. В этот день они могут либо обнулить кармические долги, либо увеличить. Двойка – символ равновесия. В ней гармонично спитается добро и зло, гармония и хаос. Постарайтесь в этот день воздержаться от ревности, зависти, агрессии и гневных слов, особенно сказанных с горячаток. А с горячаток пирожочек спекли. Помиритесь с кем оказались в ссоре. Протяните руки. Первое – простите прощения. Знаете, попросить прощения в некоторых случаях – это трибут большого внутреннего усилия. И вот когда вы его сделаете, если это внутреннее усилие, вы сделаете, вот, такое осознанное, взвешенное, то действительно очень многое может измениться. Кстати, из-за того, что человек не прощает, вот он ходит в обиде, не может простить другого человека, у него в полевой форме жизни образуется болезнетворный сгусток энергии, который со временем может сделать онкологию. Вот. По-моему, особенно там Бройс на эту тему говорил, что у него онкология была. И вот пока он не научился прощать, так онкология и оставалась, если я не ошибаюсь. В этот день возрастет вероятность жизненных перемен. Каждый человек станет ближе к реализации своей мечты и цели. Но для того, чтобы все это дело мечтать и цель ставить, они должны быть. Должна быть мечта, должна быть цель, а не просто так, на пустом месте. Довольте свои интуиции, в этот день вас будут посвящать нужные мысли и идеи. Опять-таки, если человек живет осознанной жизнью, то что-то может посетить. А если человек плывет, знаете, по течению, ничего не посетить. Судьба будет благоволить в решении вопросов, которые вас долго беспокоили, если есть такие вопросы. Так считается, что лучшего дня, чтобы загадать желание, трудно придумать. Загадать желание. Загадать желание можно, грубо говоря, в любой-то вообще день, так если по большому счету говорить. Это действительно так. Вектор дня направлен в сторону позитивных перемен. Вибрации двоих настолько сильные, что может сбыться даже мимолетная мысль или случайное бруйное слово. Будьте осторожны. Будьте осторожны. В любом случае, знаете, надо очень осторожно относиться и к своим словам, и к своим мыслям. Что? Потому что все это вокруг вас образует своеобразную ауру, которая притягивает те или иные события и так далее. Поэтому знающий человек очень, знаете, вот он работает над тем, чтобы окружить себя позитивом и притянуть его. Но не менее важно прописать свои планы на год вперед. Не стесняйтесь, пишите все подробно, чтобы вы хотели видеть, как свершившийся факт в своей жизни. Это очень хорошо. И лучше всего это сделать, это сделать в начале нового года по восточному календарю. Вот тут более, я считаю, мощная энергетика действует. Но постарайтесь, чтобы ваши мечты были максимально реалистичны. Естественно, естественно, надо быть реалистом. И надо понимать, что вы можете сделать. Что вы можете сделать. И главное выстроить цепочку действий. Как это сделать? Ведь осуществлять их придется вам. Да, Вселенная лишь пошлет нужных людей и обстоятельства. Нужные люди и обстоятельства, они должны к вам притянуться. А для этого вы должны мыслить особым образом, говорить особым образом, избегать слов паразитов. Вот тогда, вот тогда у вас подберутся нужные люди и создадутся нужные обстоятельства. А также помните про золотую минуту этих суток. Ох ты, 22.22. То есть, 10 часов вечера, 22 минуты. Когда на часах наступит этот миг, произнесите вслух свое самое заветное желание. Ну попробуйте, по крайней мере попробуйте. Так, и не забудьте обязательно поблагодарить Вселенную за помощь и чудесные события, которые совсем скоро начнут происходить в вашей жизни. Верьте в могущество и доброту Вселенной. И тогда вы неизбежно достигнете своей мечты. Вы, понимаете, верьте в могущество и доброту Вселенной. Да, верьте. И тогда неизбежно достигнете своей мечты. Позвольте, мы верить-то верим. Но как бы говорить, а что вы делаете для осуществления? То я сижу и думаю, уж старость близится, а Лексуса все нет. Такая, знаете, расхожая фраза. Надо что-то же делать. Как говорится, бить копытом. Простых слов, благодаря усилению будет вполне достаточно для сохранения баланса энергобмена. Получил, отдай, что-то замен. Я бы сказал, что тут, ну знаете, вот все-таки несколько по-детски наивно вот эти вот все рекомендации идут от Георгия, который написал это 27 минут назад. Но, тем не менее, я решил воспользоваться, значит, воспользоваться, как он сказал, по-моему, неплохой повод для нового видоса. Для нового видоса. Так вот, вот смотрите. Несомненно, несомненно, нумерология действует. Несомненно, она действует. Но вот на сколько? Потому что, смотрите, вот у нас идет отчет от даты Рождества Христова. Это один отчет. И мы тут все это там, то есть в этой системе координат, мы с вами работаем, что-то там такое получается, не получается и так далее. Но, оказывается, до этого-то было, была совсем другая система координат от сотворения мира. От сотворения мира это где-то 7 тысяч с лишним лет назад мир был сотворен согласно Библии. И вот тут-то, допустим, нумерология там, грубо говоря, работала. Я считаю, я считаю, и как раз вот интересно, в Библии там сказано, в Библии сказано, знаете, что Бог сотворил небеса для того, чтобы отсчитывать времена и события. Что более лучше ориентироваться на астрологические прогнозы. Что такое астрологический прогноз? Это энергетические ситуации, которые создаются в открытом космосе, понимаете? То есть как стоят планеты, как действуют их гравитационные силы, как действует там разного рода излучения, которые от них идут. И оказывается, вот звездочеты, астрологи, они как раз и владели вот этой вот наукой. Наукой энергетического изменения космического пространства, которое на нашу Землю действует такими-то, такими-то, такими-то энергиями. И естественно, создавая энергетическую среду, ту или иную, в зависимости от расположения планет, я так называю, знаете, планет, ну извините, так, но несколько это. Вот, планеты стоят, и энергетика меняется на Земле. И вот если мы воспользуемся этой энергетикой. «Приливы есть во всех делах людских, и те, кто их используют умело, преуспевают в замыслах своих, так говорил Шекспир, но в том и дело, что вовремя увидеть надо их». Грамотно тогда действительно, то есть мы на этой волне. А просто-напросто, вот двойка там пополам, восьмерка там, вроде как число там бесконечности и так далее, и того подобного. Несколько искусственной системы. Еще разок хочу сказать, вот завтра у нас вот этот день, который Георгий сказал, что вот такой вот он будет. Это по, значит, календарю от Рождества Христова. А, допустим, существует, по-моему, мусульманский календарь, по-моему, существует, допустим, тот же китайский календарь, и отчет времени, естественно, идет. Существует, какой там еще календарь? Ну, от сотворения мира, я уже говорил, если. Существует там масса всевозможных календарей, и у них, у них вот эти числа могут быть совершенно иные. И они будут говорить, вот, смотрите, вот это вот как сегодня, она там будет вот так вот. Поэтому, знаете, вот, да, и само число, конечно, и само число, и числа-то, смотрите, и существует, значит, арабское там, что-то там, римские цифры существуют. Существуют. Существуют еще там системы исчисления, допустим, есть там десятичные, есть там еще там какие-то и так далее. Все это, знаете, вот искусственно придумано. И вот в искусственной среде люди как-то, знаете, умудряются ориентироваться, и вот такие строят там прогнозы и так далее. Не хочу сказать, где-то это что-то там работает, не без того. Но нам надо ориентироваться на реальные вещи, которые происходят в пространстве. А в пространстве, в зависимости от орбит планет, меняется их энергетическое воздействие в Солнечной системе. Это все отражается, естественно, на Землю в более больших масштабах. Меняется энергетическое влияние в галактике, особенно когда мы вокруг галактики там обходим. Это огромный цикл времени, и за счет того, что попадаем в различные сектора, с различной энергетикой у нас меняется, будем говорить, вот как говорили индусы, вот эти юги меняются. В отрезки времен там благодатное время, неблагодатное время, еще там какое-то, там еще там какое-то, и так далее, и тому подобное. Поэтому, поэтому, можете, конечно, опробовать. Все познается в сравнении. Я свое мнение вам высказал, что ориентироваться надо не столько на цифры, которые выскакивают в одном календаре. В китайском они такие, в европейском они такие, в индусском они такие, там в кельтском, допустим, еще там какие-то, ну и прочее, прочее, прочее. От сотворения мира еще там какие-то, а от реальной энергетической обстановки и благодаря этому, понимая ее, и действовать. Потому что энергия у нас, как, знаете, песчинку, вот листик упал на океанскую поверхность, поверхность океана, и там, допустим, тишь, он лежит. Потом, допустим, ветерок поднялся, и начинается раскачивание. А когда шторм, совсем другие амплитуды бывают. И если мы воспользуемся, когда она нас возносит вверх, этот листочек, и соответствующие сделаем вещи, мы чего-то там действительно достигнем. А когда внизу, во упадине, увы, ничего толком не будет. Я высказал вам свое мнение, а вы пишите.